Вот сейчас выдворяют стариков, которые имеют российское гражданство по причине того, что в свое время они его приняли только из-за того, чтобы чуть-чуть больше получать пенсию. Чего больше минусов не нашли? На самом деле не нашла. Честное слово. Вот ты вспомнил, какой был второй минус? Может, у вас есть какой-то минус, я скажу? Меня могут и посадить за то, что я несу совершенно другую политику, другие взгляды, которые не совпадают с латвийскими. Я давно наблюдала за Республикой Беларусь, за Александром Лукашенко. Он мне очень импонировал, как он ведет свои собрания. Я все время говорила, нам такого батьку нужно, чтобы он здесь порядок навел и выстроил вообще всех чиновников, да, построил. Плюс мне как бы близки ценности, которые здесь есть, так как в Европе у нас ведется пропаганда уже на очень серьезном уровне по поводу гомосексуализма, трансгендерности. Нету семейных ценностей, что мать – это мать, отец – отец, что традиционная семья. Много кто как бы борется с этим у нас в Латвии, но, к сожалению, уже ничего поделать не могут. Ну, тут уже все решено, как говорится. Поэтому, как плюс духовные ценности у нас, там уже один сатанизм развивается. И уже как бы находиться в тех условиях, ну, было для меня, ну, как бы сложно, да. Мне хотелось именно вернуться, как у нас там говорят, в Советский Союз, да, но как бы это не так. Это нормальные ценности человеческие по Божьим законам, по канонам, по развитию, потому что только традиционная семья способна на развитие. Семья, которая имеет однополый брак, к сожалению, ну, там никакого развития и речи быть не может. Поэтому, соответственно, на этом все. На этом развитие, продолжение рода как бы заканчивается. Через сколько времени приведет это к полному, к нулевому деторождению, но, мне кажется, с нашими темпами, которые это там все продвигается, и как бы восхваляется, ну, я думаю, довольно-таки быстро. Довольно давно следили друг за другом с одним молодым человеком по имени Роман Самуль. Он мне очень импонировал, его позиция, его взгляды, и плюс еще симпатичен был. И мы встречались на митингах, которые происходили в Латвии за русский язык, за традиционную семью. Как бы когда я решила приехать сюда на экскурсию, потому что очень хотела посмотреть, как бы, Беларусь и убедиться на собственном, как говорится, взгляде, что наши там очень сильно наговаривают, очень негативные вещи, что здесь никакого развития, что здесь Советский Союз еще в своем расцвете. И я списалась с Романом и как бы привезла ему вещи. Он попросил, чтобы я привезла вещи. Тем самым мы как бы встретились, он начал меня уговаривать, но так как мне было уже давно хотелось как бы поменять что-то в нормальную сторону, поэтому я так довольно спокойно согласилась и как бы не пожалела. Первое у нас приняли Стамбульскую конвенцию, которая легализовывает все вот эти вот трансгендерности, смена полов и так далее. Свободу слова именно в том направлении, но не свободу слова в каких-то своих взглядах и наблюдениях, как бы то, что ты вот. Я, допустим, не могу там рассказать, что в Республике Беларусь все не так, как вы рассказываете, потому что меня сразу же сочтут за шпиона этой страны, что я буду прокремлевская. Также как бы есть уже статья, меня могут и посадить за то, что я несу совершенно другую политику, другие взгляды, которые не совпадают с латвийскими. Это уже все узаконено. Мне уже на этой почве опасно возвращаться, так как пообщавшись уже с репортерами Республики Беларусь, я уже являюсь врагом народа, инагентом и предателем Родины, за что на меня могут уже завести уголовное дело вплоть до тюремного заключения. Поэтому мне, во-первых, уже туда опасно возвращаться, так как я состою в отношениях с Романом Самулем. Мы как бы вместе ведем канал, его и мой канал «Жить-созидать». Следовательно, мы рассказываем, как здесь, несем как бы добрососедские отношения, что у нас в Латвии, к сожалению. Неприемлемо, чтобы мы дружили с Республикой Беларусь и Российской Федерацией, потому что это для них враги народа, получаются. Как бы агрессоры, диктаторы, вот это вот все. И за счет этого на меня политическая статья будет однозначна, потому что все вот это уже узаконено. И как бы очень большими такими темпами они достают все возможное, чтобы запугать, опять же, жителей, которые там остались, которые имеют иную позицию, свое мнение какое-то другое, за, опять же, добрососедские отношения, чтобы те молчали и боялись как бы что-либо сказать, чтобы они вот прям даже думать боялись о том, о своих мыслях, чтобы не несли дальше и не агитировали там, ну как бы не вселяли вот какое-то вот зерно сомнения, что наши власти латвийские как бы ведут какую-то неправильную политику, да, чтобы вот никто ничего не говорил, не думал. Выйти с российским или белорусским флагом. Тебя, по крайней мере, муниципальная полиция уже заберет для разбирательств. Да, у тебя не будет там тюременное заключение, если ты не начнешь гнуть свою конкретно там линию, да, и восхвалять как бы Беларусь и Российскую Федерацию, то как бы предупреждение, штраф условное, да. Но если ты начнешь как бы говорить, то вплоть докопаются до каких-нибудь фраз, слов, опять же тебя запишут в агентов, в пропагандистов той стороны и как бы спокойно могут посадить. Люди на это реагируют. Раньше реагировали более смело, плюс у нас были какие-то ведущие лидеры, которые вот тоже все-таки за народ, за Латвию, патриотично, ну, руководствовались именно как бы интересами Латвии, а не прозападными интересами. Они еще как-то собирали народ, у народа еще было хоть какое-то, ну, такое, ну, как бы желание выходить. Не только желание, но еще и надежда, да, что все возможно. Сейчас, к сожалению, все, наверное, утихло. Кто-то еще борется, но это опять же те, которые прошли фейковая оппозиция, как нам многие годы, опять же, вот мы ударяемся как бы лбом об стену, мы выбираем вроде как бы людей, которые, ну, партии, которые идут за народ, но, к сожалению, мы убеждаемся, что опять же народ у них идет на каком-то там втором-третьем плане. В первую очередь свои интересы, своя карьера и, ну, как бы все. И вот те, которые прошли в 14-й сейм, за которых люди вот с последней надеждой, наверное, уже голосовали, опять же, показали свое истинное лицо. Все очень так где-то размывчиво, все у нас в Латвии замечательно, они боятся высказывать опять свое мнение, ну, как бы вести ту политику, которую они вели перед выборами, да, чтобы за них проголосовал народ. И, ну, как бы все, вот что-то там на показуху немножечко делают, и на этом все. Народ разочаровался в большей своей степени, опять же, и, ну, и сложил руки. И плюс это боязнь, которую запугали вот этими тюремными, административными штрафами, условными там, да. Ну, видимо, где-то уже смирился, и вот кто, у кого есть возможность, да, они ищут место, чтобы уехать оттуда. У кого нету возможности, к сожалению, ну, продолжают как бы находиться в своем пузыре. Несчастные, видно, что вот эта вот депрессия, как бы она уже у всех устаканилась, что, ну, они не верят уже, что что-то возможно поменять. Мы уже, да, на самом деле, вот прошли эту точку невозврата, да, со всеми своей. Опять же, как бы тут нужно разделять народ от правительства, да, правительство, вот прошло точку невозврата, но от этого страдает народ. К сожалению, он ничего не может сделать, он ничего не может повернуть. Даже вот эти вот 10 тысяч, которые вот тогда вот вышли в декабре на большой митинг, наши власти всем своим видом показывают, что уезжайте. Не нравится – уезжайте. Ну, это уже было, как бы, и в мои юношеские, как бы, годы, да, как бы, я помню еще со школы фразу «Чемодан, вокзал, Родина», да, под Родиной все подразумевали Россию. Потом какое-то время это все вот заутихло, но сейчас опять этот конфликт разожгли с очень, ну, как бы, сильнейшим огнем, где латышское население, которое про-западное и про-правительственное, уже, ну, агрессивно, агрессивно тебя, на тебя наезжают, как бы, и, как бы, оскорбляют, да, несмотря на то, что ты родился, что родились тут твои родители, да, отдали, как бы, свою жизнь за эту страну. Это не имеет значения. Вот сейчас выдворяют стариков, которые имеют российское гражданство по причине того, что в свое время они его приняли только из-за того, чтобы чуть-чуть больше получать пенсию, так как Латвийская Республика приняла закон в свое время, что они не будут учитывать стаж Советского Союза. И тем самым у них пенсия в половину, ну, те, которые уже были в возрасте предпенсионном, ну, получается, они всю жизнь работали вот в Евросоветском Союзе, но они же не виноваты, что он развалился. Ну, никто не виноват, что он вообще создался, да, вот, ну, простые люди. И вот они попали под такое и приняли российское гражданство, ни разу даже не бывав в России, да, как бы, чтобы получать чуть-чуть больше пенсию, чтобы у них этот стаж учитывался. И тем самым они были как на ПМЖ, продлевали свое ПМЖ, и вот сейчас в связи с последними событиями вот уже сточились сдачи нормы латышского языка, так как русский язык полностью искореняется отовсюду, больше никаких русских школ малоязычных, да, хотя население 40% русскоязычных так и остается, меньшинство, как бы, да, садиков и так далее. Плюс еще наказывают за то, что в садиках ты говоришь на русском языке, да, детей там заставляют приседать за русское слово, ну, вот, полностью вот так вот искореняют его, прямо вот, ну, нечеловеческими, ну, практически геноцид, можно сказать, против русского населения в Латвии, да, потому что я считаю, что это меньшинство, 40%, ну, ладно, там, 35, допустим, но все равно это, ну, как бы, большое число, но наша политика ведет на уничтожение всего русского, всего советского, надо вот... Жду, пока снесут все советские мосты, которые были построены, ну, раз такая политика, ну, так действуйте до конца уже, да, что вы, бедный народ-то, прижимаете, давайте сносите, стройте свои тогда, да, на европейские деньги, на свои деньги, ну, вот, но этого, к сожалению, не делается. Большая депортация должна произойти в феврале, в начале, если не ошибаюсь. Им там дали еще какой-то срок до сдачи экзамена, но, опять же, кто эти депортируемые? Это пенсионеры. Многие получали вот этого приглашения на сдачу экзамена по электронной почте или там на МАНа Латвия, ну, как бы, Латвия ЛВС сайт. Никто им ничего не разъяснял, конкретно никто не приходил, не говорил, но так как они не сильно владеют латышским языком, им сложно в этом разобраться, куда, что, зачем, да, и вообще, получили ли они, никто же не удостоверился, получил ли ты это уведомление, да, в курсе, что нужно идти сдавать, и плюс еще, как бы, насколько мне известно, повысили эту категорию, да, что не каждый латыш может сдать там со всеми оборотами и так далее этот язык, ладно, там, выучить гимн и как бы знать стандартные фразы и выражения, ну, на бытовом, но когда у тебя спрашивают конкретно грамматику и за каждой там не поставленную эту гарум зимен у тебя списывается балл, да, даже несмотря на то, что ты правильно знаешь слово, но неправильно, как бы, его написал, ну, как бы, я считаю, это немножечко нечестно по отношению к пожилым людям, которые, как бы, всю жизнь прожили в Латвии, построили свою семью, у них родились дети, граждане, они работали все время на латвийское государство, платили налоги и никакими инагентами, как бы, не являются, плюс их еще записывают вот случай, который случился недавно, это 82 года пожилому человеку, его еще обозвали, как бы, угрозой национальной безопасности Латвии, ну, как бы, какую угрозу 82 года может представлять, ну, как бы, пожилой человек, я понимаю, там, молодые люди, которые еще сильные, которые еще способны что-то где-то, но, но это пенсионеры, в большинстве своем это пенсионеры, даже не в большинстве, это все пенсионеры, потому что все остальные, они знают этот язык, им, опять же, у них латвийское гражданство, и нету никаких проблем, все эти депортируемые, сколько, 1200, если не ошибаюсь, в человек, вот, в феврале, по идее, должны покинуть государство Латвии. Недавно также прочитала, что глава МВД сказал, что эта цифра может увеличиться в два раза. Оппозиция Латвия, которая прошла в выборах за счет русскоязычных, которая обещала защищать русскоязычных, их интересы, и стариков, пенсионеров, пожилых людей, вот, по последнему случаю с 82-летним пенсионером, к сожалению, не сказала ни одного слова в его поддержку, в его защиту, и вообще не поставила в известность своего избирателя, вообще общества как таковое, о том, что такой случай произошел. Как бы, они только на словах оппозиция, предвыборная гонка, вот, чтобы их выбрали. Поэтому вот все оппозиционеры, которые бились за народ, к сожалению, оказались совершенно не оппозиционерами, а про, как бы, про правительственные, даже если не совсем про правительственные, но, опять же, они, может быть, на словах они не поддерживают, но они ничего не делают, вот, чтобы изменить ситуацию, как бы, донести до правительства, что большинству населению и вообще, как бы, населению и самой Латвии, да, вот, какие-то вот принятые законы не во благо, а во благо интересов других, как бы, стран, других государств, в частности, Евросоюза, Америки и прочего. Первое, я столкнулась с улыбками и доброжелательностью народа. И я не устану это говорить, повторять, что я, когда приехала сюда, я окунулась в детство. Вот почему для меня легко было сделать это решение о переезде, потому что я ощутила себя, как в детстве. Я здесь в глубоком детстве была и, как бы, и Советский Союз, я помню, немного, да, но все равно, вот, как бы, родители, вот, семья, которая все-таки до шести-семи лет закладывается, вот это вот, я помню, да, это настроение, которое было в семье, как мы жили, да, как мы общались с родственниками, встречались и проводили время. И здесь я ощутила вот то же самое, что люди улыбаются, здесь нету депрессивного какого-то настроения, здесь всегда разговаривают, готовы помочь, даже если ты особо углубленно не спрашиваешь в этой помощи. Ну, там, спросил, как пройти, так они тебя еще и провели, как бы, да. Вот, опять же, увидела развитие страны, да, то, что у нас все идет в упадок, граффити на стенах, и исторические здания никто не реставрирует, везде грязь в центре, да и не только в центре, да, как бы, ну, как-то вот, и серая масса людей становится очень мало, вот, прям, заметно, что людей все меньше, меньше и меньше. Вот летом выходишь в центр Риги вечером, да, в пятницу, а там, вот, площадь, которая раньше просто, вот, туристами была заполнена, да, они все ходили, гуляли, там буквально несколько групп каких-то там, иностранцы те же самые, в кафешке сидят с одним бокалом пива, даже без каких-то там сухариков, закусок, потому что цены взросли очень-очень сильные, что уже иностранцы особо так, ну, аккуратненько, вот, здесь я увидела противоположное, что есть народ, народ отдыхает, народ гуляет, очень много молодежи, очень много детей, особенно во дворах, вот то, что я вот сталкиваюсь все время, даже зимой в холод, они все гуляют на площадках, сейчас вот зимой катаются на этих бубликах, да, у нас во дворах, я уже давно не наблюдала детей, да, у нас там построили какие-то площадки, но они опять же пустуют, в основном там тусуются подростки, сидят, пьют пиво, ну, курят, соответственно, как бы, ну, это вот такое вот место, да, маленьких детей нету, очень много молодых мамочек, я вот сейчас тоже в положении, мне немножечко даже стыдновато здесь, ну, так, не стыдно, но не по себе, потому что на меня смотрят так, у меня вот, как бы, 38 лет полных, и рожать я буду уже 39, здесь в этом возрасте рожают уже третьего, если не четвертого, да, и все молодые родители, у нас в Латвии этот возраст становится все больше и больше, что уже, ну, как бы, мой возраст в Латвии для первого, ну, уже является такой нормой, да, там было страшно за неуверенностью, здесь, несмотря на то, что я еще так на птичьих правах, как бы, да, только легализовываюсь, я не ощущаю этого страха, потому что я вижу, что ваша страна за детей, за развитие, и, как бы, способствует только, вот, как бы, демографии, потому что знает, что только в детях благополучие, как бы, государство, потому что если не будет рождаемости, не будет народа, не будет, кто будет работать, поднимать и строить государство, у нас в Латвии этого не понимают, поэтому там и относятся к этому очень так поверхностно, да, я еще буду сравнивать, как бы, я уже столкнулась с медициной у вас в Беларуси, да, мне вот очень повезло, я подала на статус беженца, и у меня уже медицина бесплатна, за что просто огромное спасибо, как бы, вашему президенту. Как бы, анализы, на которые меня послали, вот, генетический анализ, допустим, да, меня сразу же со старта в моем возрасте послали в генетический центр мать и дитя, чтобы я прошла там обследование, как бы, и консультацию, и, как бы, по необходимости, да, сдала там этот генетический анализ, который у нас в Латвии стоит 280 евро. Здесь, ну, как бы, я думаю, раздумываю по поводу этого, потому что как-то таких показателей нету, чтобы мне его сдать, ну, все равно спросила, сколько это будет стоить, потому что для граждан Белоруссии тоже есть, как бы, какие-то платные услуги, вот, особенно по генетике. Мне сказали, что для граждан Белоруссии это бесплатно. У меня был шок такой, я еще буду созваниваться со своими, как бы, подругами, у которых там тоже уже детки, и когда уже полностью пройду там вот всех этих врачей, чтобы с ними сравнить, какие процедуры, каким врачам, на какие проверки, да, и анализы отсылали их, да, и какие прошла я. Это на самом деле приятно. По поводу минусов, мы так и не вспомнили, мы с Романом вот тут ехали, думали, а какие же минусы на самом деле есть. Первое, это, наверное, все-таки культура вождения. Она не такая, как в России, она как бы по цивилии, да, но белорусы не любят показывать поворотники, любят подрезать, не любят уступать, вот как у нас, если выезд откуда-то, да, у нас идет в зигзаговом, ну, через одну машину, да, ну, мы пропускаем, и одну машину начинает вылезать, вторая машина уже, как бы нам вбок, ну, тоже такие моменты, но это культура вождения, да, есть немножко. Но опять же, понятно, как и в Москве, из-за чего она, из-за большого города. Все куда-то несутся, все куда-то торопятся. Здесь тоже город немаленький, поэтому как бы так. В Европе, ну, Германия большая, но там у них какой-то строй в голове, да, они вот все очень знакомопослушны, вот как бы как солдатики такие, поэтому там вот она как бы хорошая. У нас Латвия поменьше, но и у нас плюс менталитет еще такой, более такой спокойный, размеренный, и мы довольно-таки дружелюбно относимся друг к другу на дороге. Мы даже пешеходу показываем поворотник, чтобы, ну, как бы дать ему понять, куда мы движемся, чтобы он тоже не в свои дела там не тормозил и переходил там в своем месте, где ему как бы надо. Второй минус, который мы как бы вспомнили, но забыли. И вот сейчас до сих пор не можем вспомнить, какой же у нас был второй минус. И это даже не бюрократия, которая тут как бы тоже... Но опять же, в этих бумажках есть свой смысл, да, что ты проходишь через систему, вот так вот, как с анализами, да, мои анализы приходят не в электронном мне, на почту, или мне и в мою эту Э-карту, да, которую доктор откроет только после того, когда я к нему приду на прием, вот я пошла, сдала анализ крови там общий, да, и он у меня и будет там болтаться в этом электронном облаке, пока я как бы им сама не заинтересуюсь. Тут твои анализы приходят к терапевту. Терапевт видит их, он все равно их вклеивает в твою книжку, он видит, какие твои анализы. Вот на моем примере как бы было, что вот пришли анализы, и терапевт звонила там пожилому человеку, говорила, что вот у вас там плохой показатель, срочно приходите. Через это эти бумажки проходят через живых людей. Они быстрее смогут выявить проблему и оповестить об этом, да, чтобы человек не затягивал. Вот, допустим, сейчас тоже ситуация, что нужно там сдать довольно-таки, ну, на опухоль анализ, да, в Латвии человеку. А у него очередь уже три месяца получается, если он в декабре как бы записался, то в феврале у него будет только этот анализ. Ну, что он пойдет, только его сдаст этот анализ. А за три месяца, если это злокачественная опухоль, она может пустить корни еще глубже. У нас из-за того, что семейные врачи, ну, как бы получают немного денежек, у них есть своя практика, они имеют право открывать. И за счет этого, конечно же, они в своей практике работают больше. У нас не хватает медперсонала за счет этого. И тем самым образовываются очереди в поликлиниках на сдачу анализа, на прием к какому-либо специалисту. Плюс, опять же, это стоит денег. Вот я по себе знаю, что у меня по профессиональной работе были проблемы в спине. Для того, чтобы пойти как бы к тому же самому физиотерапевту, мне нужны деньги. Деньги немалые, потому что за какой-то массаж, да, 15 евро, даже это раньше было, сейчас уже больше, за полный какой-то такой серьезный массаж это 30 евро за прием. Как? Если я вот... И плюс, если проблемы со спиной, ты должен как бы брать больничный. На свой больничный я не вытяну, не оплачивать жилье, если оно съемное, так это вообще не подъемное, да, получается для одного человека, если ты один живешь, питаться и еще оплачивать себе медицинские услуги. Если я буду продолжать работать, буду ходить на эти вот как бы процедуры, то смысла, опять же, в этом нет. Я, как говорится, ну, бестолку, да, потому что нужно как бы пройти курс, чтобы эту проблему как бы излечить. Но если ты продолжаешь как бы, опять же, усугублять, то нет смысла в этой процедуре, потому что все платно, за все нужно платить, ну, и как бы... И ты постоянно на работе 24, как говорится, на 6, да, ну, берешь там выходной себе, конечно же, да. Ну, вот. Чего больше не нашли? На самом деле не нашла, честное слово. Вот ты вспомнил, какой был второй минус? Может, у вас есть какой-то минус, я скажу? Я не знаю, я не знаю. По приезду в Беларусь я решила завести свой блог для наших, которые находятся в Европе, в Латвии, может быть, кто-то там в Эстонии смотрит, да, в Литве, так и для белорусов, которые очень рвутся в Европейский Союз. Мой канал «Жить-созидать» рассказывает о том, как живется здесь и как происходит у нас в Латвии, с чем сталкиваются те граждане, и что получают и не получают, и с чем сталкиваются здесь живущие люди, опять же, что имеют и, как бы, и чего не имеют. Опять же, я не знаю, что вы, белорусы, как бы не имеете, потому что у всех есть свое жилье, все спокойны за... Самое главное, что они спокойны за свое будущее. Поэтому вы и довольно-таки добросердечны, да, у вас улыбка на лице, у вас нету какой-то вот такой вот депрессии и загнанности, что наблюдается в Европе. Роман также ведет свой канал, в чем я ему помогаю, там политические, обозревательные такие моменты, как бы, на Правда ТВ. И мы продолжаем и хотим продолжать донести и нести правду, да, так как каналы все закрываются. В Латвии мало кто верит, потому что когда тебе постоянно говорят о том, что здесь все плохо, здесь все хорошее, плюс еще вот беглых ваших, да, там начинают, они там тоже такие жути иногда, посмотрю, рассказывают, думаю, Господи, откуда они как бы это взяли, но тоже на самом деле не так, это уже, наверное, от какой-то безысходности или еще что-то, да. Как бы я не хочу, как бы, как мне там тоже писали, что я не гоню, а, ну, как бы говорю плохо про свою страну. Нет. Я хочу рассказать о том, как есть на самом деле, чтобы люди наконец-то поняли, что Евросоюз – это не сказка и не рай, да, белорусы поняли, что у вас здесь далеко не диктатура, да, как бы каждому бы такую диктатуру, и плюс у нас, как, ну, у нас тоже диктатура в Латвии, у нас 30 лет одна и та же, грубо говоря, партия сидит у власти, только названия меняются и лица, а так-то то же самое, можно сопоставить. Вот, только простые люди в силу своей, может быть, как бы, опять же, загнанности, занятости не анализируют, да, не хотят понимать. Вот им дали информацию, и как бы все. А чтобы поискать еще какие-то мнения, потому что, ну, все-таки, когда ты складываешь мнение, я как бы никогда с одной стороны не буду делать какой-то вывод, да, я послушаю тех, я послушаю тех, я послушаю даже ваших беглых, да, для того, чтобы иметь полную картину и представление. Плюс я еще постараюсь убедиться сама. Это вот как я приехала сюда, и на своем опыте убеждаюсь и убедилась в том, что наши СМИ там очень сильно наговаривают на, как бы, на вас, да. И в дальнейшем планирую, как бы, вести свой канал также, и, ну, как бы, с Романом у нас появилась такая идея, вести билингвально и на латышском языке передачки, какие-то обозреватели на латышском языке, так как молодежь и в дальнейшем уже полностью будет все на латышском только понимать, да, если еще до сих пор, как бы, где-то с 25 лет, с 25 лет еще люди, как бы, знают русский язык, ну, до 25 уже больше сталкиваешься с тем, что, ну, как бы, молодежь уже не понимает, да, поэтому для того, чтобы они видели всю картину, как бы понимали, ну, как бы, стараться развить их мышление, как бы взгляд, вернее, да, открыть им полный взгляд, мы будем проводить, как бы, беседы и рассказы на латышском языке. Много комментариев также мне после интервью на других, как бы, белорусских каналах было, как бы, в сторону того, что мне платят деньги, что я проплачена, что, как бы, только говорю о хорошем, что это, типа, завербовано, да, что-то тоже там же есть таблички, что, типа, не приезжайте, вас завербуют. Ну, это не так, это совершенно глупость, и, как бы, мне никто не платит, да, я просто на своем примере хочу показать, что все не так, как рассказывают, вот, ваше беглое, наше телевидение, Евросоюз, да, несет повестку разрухи и краха, что я болею, как бы, за свою страну, и, к сожалению, я не могу там, как бы, уже не приехать, и не могу смириться с направлением, которое выбрало правительство Латвии, не народ правительства Латвии, за них выбрало, за нас, поэтому я выбрала Республику Беларусь, чтобы здесь жить, создавать свою семью, душою жить, в первую очередь, да, и, как бы, стремиться, и быть полезным, да, я хочу быть полезна стране, которая меня приняла, в которой я чувствую себя, как дома, потому что, к сожалению, моя страна меня выкинула, несмотря на то, что я там родилась, и, как бы, болею, я могу сказать, что я патриотка, ну, патриотичная, ну, как бы, боролась за интересы именно Латвии, латвийского государства и латвийского народа, и я понимаю, что я там не нужна, я хочу быть полезна там, где я чувствую себя, как бы, хорошо, я надеюсь, что я буду полезна здесь, поэтому буду дальше освещать, просвещать, говорить правду, и, опять же, повторюсь, нас здесь не вербуют, и денег за то, что мы говорим, не платят. Весела бы, он дома, я отловлю Арсаву Галуу.